напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали как назывался компот из вишен в советских столовых а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео столовых часто подавали компот пчелка на литр кипятка клали пюре из стакана вишен и 3 столовых ложки меда потом все это настаивали и охлаждали компот часто получался слишком сладким поэтому его приходилось запивать водой как назывался такой полосатый торт многие советские хозяйки по праздникам готовили торт мишка на севере его изюминкой было два вида коржей белый и коричневый из какао они перемазывались сметанным кремом торт выставился в холодильнике несколько часов после чего коржи хорошо пропитывались и таяли во рту какой ингредиент был изюминкой ленинградского рассольника ленинградский рассольник это классика советской кулинарии его готовили дома в столовых кафе и даже ресторанах изюминкой рецепта были говяжьи почки и перловка в приготовлении ленинградского рассольника была еще одна тонкость огурцы варились отдельно и перекладывались в общую кастрюлю только после готовности супа как называется этот популярный советский шоколад вдохновение это первый советский шоколад разделенный на порционные кусочки идею такого десерта привез из франции алексей косыгин качественный десертный шоколад был изготовлен из какао-бобов сахара орехов коньяка и ванилина 100 граммовая шоколадка стоила 2 рубля что в советские времена выпускали в такой упаковке на сормовской кондитерской фабрике выпускалась такое томатное печенье его изюминкой было добавление томатной пасты и черного перца упаковка такого печенья стоило 58 копеек как назывался этот сыр производимый в армянской ссср чичил это фигурный волокнистый рассольный вытяжной сыр армянского происхождения выпускался в армянской ссср в виде плотных волокнистых по структуре толстых или тонких нитей собранных в тугой пучок или заплетенных в косичку обладает острым кисло-молочным вкусом какой из этих терминов означает варенье конфитюр это одна из разновидностей фруктово-ягодных консервов наряду с повидлом джемом или вареньем готовится путем уваривания фруктов или ягод в сахарном сиропе сколько в советском магазине стоил килограмм говядины в ссср по государственным ценам мясо продавалось в специализированных магазинах мяса универсамах и магазинах продукты цены на продукцию были фиксированными свинина по 2 рубля 20 копеек говядина по 2 рубля баранина по одному рублю 80 копеек какой политический деятель привез в ссср из сша идею самообслуживания в столовых когда первый секретарь цк кпсс и глава совмина никита хрущев посетил сша привез оттуда не новые технологии а традицию самообслуживания в столовой по еле и вкусно и сытно никаких очередей не возникало напишет он позже в своих мемуарах столовая после которой в советский союз пришли пластиковые подносы и столы а также очереди за едой была расположена в корпорации айбем хрущева туда пригласил президент компании томас улотсон младший в надежде на технологическое сотрудничество с ссср правда что конфеты коровка придумали советские кондитеры в 20-е годы польский кондитер феликс поморский наладил производство ириса с жидкой начинкой конфеты выпускались в обертке с изображением галштинской коровы первый цех был открыт в познании а с началом великой отечественной войны он был перенесен в милиновик после войны конфеты начали выпускать в других странах соц лагеря ссср гдр чехословакии как называется боязнь сыра тура фобия это боязнь сыра может распространяться как на отдельные сорта так и на всю продукцию в целом как правило фобия бывает вызвана какими-либо травматическими воспоминаниями чаще всего вызывают страх сыры с крупными отверстиями и с плесенью что советские граждане называли пахта пахта это обезжиренные сливки побочный продукт получаемый при производстве масла из коровьего молока употребляется в пищу в натуральном виде или перерабатывается в кисломолочные продукты входит в состав некоторых видов диетических сыров настоящая пахта получается тогда когда из сливок взбивают масло то есть сливки делятся на масло и пахту продукт молочный но если сливки чуть подкисли то кисломолочный из чего в ссср производили сида сидр это слабоалкогольный напиток который получают путем брожения яблочного сока реже грушевого или айвового для этой цели в ссср были выведены специальные сорта яблок с высоким содержанием тонинов какой продукт разлили а потом катались на нем герои мультфильма бобик в гостях у барбоса бобик в гостях у барбоса советский рисованный мультфильм снятый в 1977 году по одноименному рассказу николая носова эта история домашнего пса барбоса которому было скучно пока хозяина нет дома он пригласил домой дворового пса бобика вместе с которым перевернули кастрюлю киселя а потом на нем катались с производством какого продукта связано имя метрофана логидзе имя метрофана логидзе прочно ассоциируется со сладкими газированными напитками он занялся производством фруктовых напитков еще до революции а в 1927 году возглавил завод в тбилиси именно на этом предприятии впервые в ссср было освоено производство углекислого газа для напитков самая известная газировка созданная логидзе это тархун сколько стоила такая коробка грильяжных конфет грильяж это десерт французского происхождения который в ссср завоевал огромную популярность конфеты из дробленых орехов связанных с сахарным или фруктовым сиропом покрытые шоколадной глазурью стоили достаточно дорого около 3 рублей 50 копеек за килограмм а 400 граммовая коробка на презент или для похода в гости стоило 2 рубля 70 копеек на каком заводе впервые в ссср начали производить шампанские игристые вина по методу французских виноделов шисепьё и шарма а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в 1924 году после отмены сухого закона советское правительство поставила перед отечественными виноделами задачу сделать такое игристое вино которое бы стало доступно самым широким слоям трудящихся в 1937 году с конвейера донского завода шампанских вин оснащенного технологическим оборудованием французской фирмы шисепьё сошла первая бутылка советского шампанского на основе чего делали зефир летний на московской кондитерской фабрике ударница был разработан сорт зефира летний который готовился на основе яблочно-смородинового пюре он имел приятный сладкий вкус с легкой кислинкой и нежную текстуру зефир летний продавался в 500 граммовых коробках по одному рублю 15 копеек что входило в состав начинки советских конфет раковые шейки в ссср были популярны карамельные подушечки с шоколадно-миндальной начинкой раковые шейки рецептура конфет сохранилась еще с дореволюционного времени а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте для чего в советские времена был нужен такой стеклянный графин как в данном ролике напиши напишите в комментариях ваш вариант ответа для чего был нужен такой стеклянный графин надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест